Почти 12-дюймовый экран на 120 Гц, Helio G99, отличное звучание и 128 ГБ основной памяти. Такие заявления можно услышать в рекламе к планшету Tab P11 Gen 2 от некогда великой Lenovo. Что ж, сегодня посмотрим, что же осталось от компании и стоит ли покупать её девайсы. Ну а перед началом видео рекомендую тебе заглянуть в мой телеграм-канал по ссылке в описании. В нём я регулярно публикую анонсы будущих видео и новости из мира технологий. Давайте начнём с дизайна. И это первый планшет за долгое время, который не выглядит как однотонный серый брусок. Во-первых, у планшета слегка закруглены грани, из-за чего его максимально приятно держать в руке. Во-вторых, корпус сделан из двух частей. Верхний из матового пластика, а нижний из алюминия. И это очень интересное решение. Кроме того, что планшет в целом необычно выглядит, на нём ещё и не видно пластиковых антенн. В общем, выглядит он на самом деле интересно. Весит он тоже немного, всего 520 грамм, что очень даже неплохо для 11,5 дюймов. По разъёмам тут для 2023 года прям шик. Снизу находятся контакты для клавиатуры. Я её, кстати, даже нашёл на Али, она стоит всего 70 баксов, что вполне себе для такого планшета. Справа есть разъём USB-C, джек 3,5 мм, слева находится кнопка питания, ну а сверху кнопки регулировки громкости, а также лоток для карты памяти. Ну и динамики, как же без них? В планшете даже есть влага и пылезащита HIP58. Погружать планшет в жидкость, конечно, не стоит, но от брызга дождя такой стандарт вполне себе защитит. Теперь поговорим про дисплей. Планшет чуть-чуть побольше, чем стандартный форм-фактор и скорее приближен к Galaxy Tab S9+. Экран здесь IPS на 11,5 дюймов с частотой обновления на 120 Гц. Рамочки тоненькие, одной рукой можно держать без проблем. Смотреть фильмы, сериалы, видео на ютубе, читать статьи и книги на нём вполне себе приятно. Аналогично и с играми, благодаря частоте обновления в 120 Гц графика выглядит плавной, но картинка сочной. Яркость у экрана отличная, его хватает не только дома, но и в каком-нибудь сильно освещенном кафе или в метро. Пикселизация тоже вполне себе. Также к планшету вроде как должен идти стилус, но до меня устройство доехало без комплекта, поэтому особо ничего об этом сказать не могу. Только можно добавить то, что в меню в настройках есть пункт стилус. В общем-то дисплей здесь очень даже неплохой, особенно при цене планшета и остальных характеристиках. Звук стерео, всего в планшет встроено 4 динамика и здесь он и правда неплох. Уже хорошо выражена середина, низкие и высокие частоты. Громкости тоже хватает. С таким уже даже музыку можно послушать. Основная камера на 13 мегапикселей, даже фонарик добавили, точно надо брать. Без него вообще планшет не стоит рассматривать. Качество картинки как обычно страдает, максимум для чего этот модуль подойдет это фотографии документов и расписания. Для этого кстати даже есть специальный режим в камере. Фронталка на 8 мегапикселей, опять же качество не самое лучшее, но к примеру под видеозвонки она прекрасно подойдет. Картинка на самом деле не самая плохая, ну и при помощи нее же можно разблокировать планшет. Железо тут, ну не сказать, что какое-то царское. Внутри установлен Mediatek Helio G99 на 2,2 ГГц в связке с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 основной. Плохо ли это? Ну не сказал бы. Да, процессор уже староват, его ставят уже во все планшеты где-то от 20 тысяч третьего эшелона, но уже с большим объемом оперативки. Операционная система построена на базе все еще свежего и бодрого Android 12 вместе с оболочкой от Lenovo. И знаете ли, эта связка просто прекрасна. Начнем с того, что Lenovo по сравнению с третьим эшелоном в лице Chui, Blackview, Teclast, Ocital и так далее по списку на самом деле вкладывается в софт. Здесь на самом деле проработана оболочка, сделаны уникальные обои, они взяты из инета картинки в 480p, нормально проработан интерфейс, много уникальных функций от тех же Google и так далее. Я бы назвал этот планшет по части системы, неким бюджетным Google Pixel Tablet. Устройством на самом деле приятно пользоваться, ибо система не топорная, это не голый Android и не логучая оболочка вроде MIUI. И тут вот открывается основная проблема третьего эшелона. Покупая планшет от тех же Doogee, вы получаете устройство, ну максимум на год-два, после этого оно превратится в тыкву и перестанет нормально функционировать. Тут же планшета хватит, но с вероятностью 99% на года 3-4 комфортного использования. Да, вы не получите большой объем памяти или крутой прот, зато сам девайс будет качественным. Игры на Tab P11 идут неплохо, что-то вроде Stand-Off 2, PUBG, Call of Duty или Asphalt 9 работают на максимальной графике в 120 кадров, кстати, вот вам еще один плюсик 120 герцового экрана. И, кстати, планшет не тротлит, из-за чего им максимально комфортно пользоваться. Genshin Impact работает уже не на таких крутых настройках, но все же, игра запускается на средних в 45-60 кадров, но если хочется получить стабильные 60, лучше поставить низкие. Еще один момент, моя версия не поддерживает сим-карту, слот тупо запаян, скорее всего есть версия с доп-функцией, зато можно поставить карточку памяти до 512 гигабайт и расширить накопитель. Аккумулятор на 7500 мА, чего более чем достаточно для адекватной работы на 2 дня. Я попользовался этим планшетом примерно неделю и такие результаты меня на самом деле удивили. Зарядка на 20 ватт и даже несмотря на слово «быстрая», я ее таковой не могу назвать, особенно при емкости аккумулятора. В общем-то, время работы экрана у планшета на самом деле впечатляющее, зарядка же нет. Планшет получил Bluetooth 5.3, что похвально, но Wi-Fi здесь все еще пятый, жаль, что не шестой, все-таки уже все производители должны переходить на новый стандарт. Итоги. Планшет получился на самом деле неплохим, большой экран на 120 Гц, отличный звук, неплохая автономность и на самом деле проработанная оболочка. Минусов же намного меньше, это только слабая зарядка, а также неоднозначное железо. Есть ли смысл ее покупки? Скорее всего, да. Тут мы платим больше за качество, а не за характеристики на бумажке, как у тех же Blackview, Oukitel или Tudji. Плюс планшет продается в РФ, что значительно повышает его прайс. Ну а на этом все. Если этот планшет появится в продаже в РФ, а я уверен, что он появится с минуты на минуту, я оставлю ссылку в описании. Ну а если у тебя появилось желание подписаться на мой телеграм-канал, не забудь перейти по ссылке в описании, там очень интересно. Пиши свое мнение о ТАППе11 в комментариях, будет интересно почитать. Такая вот история.